Всем привет. Короче, да, я представляю сегодня Bug Bounty Mail.ru. Я Денис Рыбин, руководитель группы безопасности по бизнес-юниту Mail.ru, тому самому. Но есть кто не знает, Mail.ru группа — это прям большая штука. Там есть много кто, но есть основной скоп Mail.ru. Вот, собственно говоря, за него я и отвечаю. Расскажу я вам про всех, как только мои слайды подрубят. Там не так, чтобы много, так что подождем. Вот. Сразу оговорюсь, что я не отвечаю за разгребание репорта в хакерване, поэтому если у вас есть заточка с собой, это не ко мне. Я вам, если что, сдам этих людей, которые ставили вам INAI, и вот это вот все. Вот, отлично. Собственно говоря, да, Денис Рыбин, очень беглый обзор нашей программы. Кликер работает. Успех. Собственно говоря, как я уже сказал ранее, я представляю MainScope. MainScope очень любит северсайдные уязвимости. Мы их очень ждем. У нас очень хорошие выплаты, как вы можете видеть. 40 тысяч за RCE. Хотя у нас сейчас много у кого 40 тысяч за RCE. Вот. Но будучи с вами до конца честен, я надеюсь, что мы такое платить не будем, хотя в том году платили. Вот. Потому что у нас очень много работы по изоляции, по переезду в Кубер, и я надеюсь, что с RCE мы будем платить вот ту четвертую строчку RCE Instant Alone Isolated. Вот. Я надеюсь, что все RCE когда-нибудь перекочуют туда. Это наша мечта. Вот. Собственно говоря, что такое основной scope, MainScope? Конечно же, это все есть в программе, но для базового понимания это то, что обычно называется почта, да, то есть то, что e-mail.ru, сам почтовый сервис. То, что называется авторизация наша, то, что аккаунт Mail.ru и вообще все вокруг авторизации, это все MainScope. Вот. Также календарь наш продукт, который плотно интегрирован там с почтой много чем. Это, наверное, такие основные вехи того, что является MainScope. Что нового в MainScope? Очень хочется рассказать, чтобы вы были в курсе, куда копать, потому что, да, есть такое бытует мнение, что в Mail.ru нечего ловить, там сидит миллиард людей, и они все уже давно выловили. Ну, во-первых, это не так хотя бы потому, что мы постоянно разрабатываем продукты, постоянно что-то улучшаем. Соответственно, новый код, новые баги, которые никто не видел. Всегда интересно. Вот один из таких сервисов, который не так давно разработан, который, наверное, где-то полгода, который еще дорабатывается, это наши видеозвонки. Мы их сделали, они прикольные, мы очень хотим, чтобы вы прислали в них баги. Спойлер в том, что пару баг нам там присылали довольно интересных, так что, мне кажется, там еще есть что ловить. Следующая история в Мейнскопе, которая у нас есть, это история с интеграцией ВК-коннект. Это, наверное, самое большое и самое интересное, что вообще можно сейчас копать, вот прямо здесь и сейчас, и, наверное, на протяжении следующих, ну, полулет. Потому что это такая большая стратегическая история вообще всего МРГ, про то, чтобы переезжать всем на единую авторизацию в единую экосистему на базе ВК-коннект, так называемого. Вы можете видеть пример, что когда вы, к примеру, регистрируетесь в Mail.ru, справа вам будет показана обычная форма регистрации, да, а слева у вас будет кнопка «Войти через ВК-коннект». И когда вы его нажмете, откроется большая плашка, там продолжить через ВК-коннект, смачиваются все ваши ВК-коннект аккаунты, которые, если у вас есть, созданные через ВК. Соответственно, это такая большая интеграция, она очень сложная продуктовая, она очень сложная по логике. Многие проекты интегрируются по-разному. Под всех них пилиться какие-то кастомные истории, кастомные связки, чтобы все красиво снаружи продуктово поддержать. И там копать, как будто бы очень интересно. Интересно, как минимум, потому что это очень критично, потому что это авторизация. Интересно, потому что это прям свежее, с пылу, с жару. Это разрабатывается, это архитектурится прямо вот здесь и сейчас на коленках. Казалось бы, где еще искать баги, если не в таких местах. Следующая история, это то, что, может быть, не все знают, но у нас есть центр оплат. Это такая прикольная продуктовая идея в том, что вам приходят платежки какому-то МГТС на почту, и сразу же в письме появляется кнопка в духе оплатить. Вы можете на нее нажать, вас сразу прикинет в центр оплаты, вы как бы по квитанции в вашем письме уже сразу попадете на возможность оплатить, если у вас добавляются новые интеграции, новые проекты. Тоже очень интересно посмотреть, что там делается, развивается. Следующая история, это наш крутецкий суперап. Собственно говоря, это тоже в часть всей истории про экосистемы, то, что наш почтовый суперап, наш почтовое приложение стало суперапом в каком-то смысле, суперпочтой. Там очень много продуктивити сервисов между собой связали, сделали это все красивыми табами, все это кастомизируется. И это тоже свежая история. Это история, в которой можно искать какие-то Android уязвимости, iOS уязвимости. Может быть где-то на уровне того, что кто-то что-то криво прикрутил, потому что теперь это куда более сложная история. С кучей разных там авторизаций под капотом разных сервисов и связок, как всегда. Вот. А еще у нас есть Маруся. Маруся – это наш голосовой ассистент, если кто не знает. Маруся – классная. Маруся тоже постоянно развивается. Сейчас очень много на нее ресурсов тратится. Там каждый день она расставит новыми интеграциями, новыми навыками. Интеграциями, в первую очередь, естественно, с нашими сервисами, что интересно. К примеру, Маруся может сейчас прочитать вам письмо. И интеграциями с точки зрения внешних партнеров, которых на самом деле тоже много, всякие умные дома и так далее. Все это есть, все это делается прямо здесь и сейчас. Соответственно, отличное место, чтобы искать уязвимости. Самое важное, что я хотел отметить, это то, что многие, наверное, думают, что, чтобы копать в Маруси баги, надо иметь колонку. Колонка у нас называется капсула. На самом деле это вообще не так. Есть и мобильное приложение. Более того, она есть даже на вебе. Здесь скриншот. Это если вы зайдете на главную страницу Mail.ru. Вверху справа будет маленькая иконка капсулы. Если на нее нажмете, откроется такая свежеразработанная вьюха с возможностью пользоваться голосовым ассистентом прямо на вебе. То есть, если вы прям совсем ленивый и вам хочется покупать Марусю минимум усилий, наверное, это лучший вариант. Вы берете веб, вы берете свой любимый берб и делаете все как обычно, только вот у вас все это будет на вебе. Очень удобно. Немножко про наши технологии, которые хочется озвучить, чтобы увеличить ваши шансы что-то найти или не сидеть лишние три часа разбираться, какой же backend используется. Мы очень любим Go. У нас очень много кода на Go в последнее время. Мы все переписываем на Go. У нас есть Perl, но я не писал про это на слайде. Перла у нас тоже хватает, но стратегия компании в том, что мы все, что на Perl, рано или поздно перепишем на Go. Соответственно, что сейчас самое интересное, самое нужное, уже переписывается на Go. Что работает хорошо, перепишется на Go позже. Соответственно, это надо учитывать. Perl тоже есть под капотом, но вот все, что новое, все, что свежее, скорее всего, это Go. Ну, естественно, мы везде используем Nginx для всех балансингов, для всех проксипасов и прочего, для чего используется Nginx. У нас очень много тарантулов под капотом. Все наши k-value хранилища — это тарантулы. На самом деле мы стыдливо прячем последние Nginx недобитые, но, опять-таки, в идеальной вселенной везде будут тарантулы. Сейчас, да, много где еще остались Nginx. Nginx, ну, это просто для любых задач, когда нам нужен k-value, когда мы такие, давайте приныкаем идентификатор и потом его с чем-нибудь сопоставим, всегда мы говорим, давайте поднимем новый тарантул или новый space в тарантуле. Вот. Живем мы сейчас где-то на 30-40 процентов в кубере и все оставшееся все еще в нативных сетях. Соответственно, это тоже можно учитывать, если вы, не дай бог, где-то нашли какую-то компрометацию с SRF, ну, или что-нибудь еще. Вы можете попытаться копать именно в вектор каких-то Kubernetes API. Это тоже может стрельнуть. Архитектурно мы ближе к микросервисам, но это такое, со звездочкой, да, у нас скорее средние сервисы, потому что у нас есть много крупных API, они все объединены в такую большую монструозную паукообразную историю. Это скорее микросервисы, потому что это точно не монолит, но с пометкой, что некоторые микросервисы прям обросли жирком за время своего существования логикой, и там может, не знаю, пара, наверное, 50-60 ручек прятаться в одном сервисе. Да, ну и поскольку мы говорим про почту, всегда стоит помнить, что у почты есть куча специфичных историй. Это всегда почтовые протоколы, всякие мапы с МТП, это наши специфичные почтовые бэкэнды, то есть то, что работает с почтовым трафиком, с механизмами там отписки, подписки на рассылки. И то, что работает с огромным количеством той информации, которая хранится и передается через письма, то есть это большой кластер староджей, очень умный, который все это барахло внутри себя хранят. Так, что у нас там дальше? Ага, дальше у нас Delivery Club. Delivery Club классные ребята, и вообще часть нашего out-of-подразделения, да, может, кто-то не знал, но Delivery Club наш. Вот. Почти как известный полуостров. Вот. Что про него хочется сказать? Наверное, мало кто из вас знает, но на самом деле Delivery Club дает доступ к своим сокрытым админкам. Это не так давно они стали делать, но они это делают. Соответственно, если вы классный ресерчер, у вас есть боевые ордена, вы можете написать по указанному здесь e-mail адресу, и вам рано или поздно точно предоставят доступ или что-нибудь еще спросят к закрытым админкам. Это такая интересная возможность, которая не так часто есть, которая особо публично не озвучена, но вот она есть. Рекомендую попробовать все и силы. Delivery Club тоже очень ждет сервер-сайт уязвимости. У них тоже очень крутая линейка выплат за сервер-сайт. Под капотом у них PHP и Go. Ну и, наверное, это все, что хотелось сказать про Delivery Club. Следующие ребята — это CityMobile. Где-то тут его представители тоже ходят, я их уже видел. Собственно, что важно знать про CityMobile — это что ребята теперь стали, если вы не видели, приложение мобильности. Это значит, что теперь это не просто такси-сервис, это сервис, который еще и имеет каршеринг и аренду самокатов. Все это очень прикольно переверстанно на фронте, и все это куча дополнительных API с купленными или с партнерными сервисами внутри. Соответственно, это тоже очень классная возможность для ЧОПа исследовать. CityMobile почти весь написан на PHP. Соответственно, копать там тоже, ну, PHP — это, кажется, флажок, для многих ресерчеров, что там есть что-то интересное. Вот, платят ребята хорошо, нашли у них до этого довольно интересные уязвимости, и кажется, что ребята можно помочь найти что-то еще. Это что, еще такой же слайд? Классно. Давайте два раза CityMobile покопаем. Вот, много-много чего еще. Да, если вы видели, на самом деле у нас огромные скопы, есть extended скопы, как в которых прямо и написано, что если что-то не попает в другие скопы, скорее всего, это попадает в этот скоп, мы будем платить по этому скопу. Я много чего не озвучил, я не озвучил наше игровое направление, там тоже много чего есть, там всякие donation alerts, вот, my games и что-то там еще. Короче, сервисов у нас очень много. Копать есть что, и поскольку я вижу все это изнутри, я вижу все эти эксельки заполненные, что у нас находили, что у нас не находили, когда были последние баги и так далее, я могу сказать, что мое внутреннее ощущение, что выкопано далеко не все, учитывая, что сервисы постоянно разрабатываются, выкопать все, наверное, в принципе невозможно. Поэтому я призываю вас относиться к блокбаланти-программе Mail.ru как к реальной возможности, а не как к месту, где уже все до вас кто-то протыкал. Вот, бюджеты 2021 года получены, но не освоены. Соответственно, вот что надо знать. Мы отстаем от плана, господа, нам надо тратить больше. Помогите нам с этой задачей, вот, освоить бюджеты HackerOne. Соответственно, справа вы можете видеть наши выплаты. Мы выплатили уже почти 2 миллиона долларов за все время нашей программы. Деньги большие, деньги хорошие. В том году мы платили, я точно помню, что 35 тысяч долларов, это была максимальная выплата за RCE, и мы ее один раз заплатили. Вот. Что еще? Еще последний, да не последний, это у нас ВКонтакте. ВКонтакте тоже партнеры этого мероприятия. Я не знаю, будет ли Рустем что-то про себя говорить, поэтому я скажу за него. Еще раз, огромная движуха ВК-коннекта, она частично касается наших сервисов, где у нас все регистрируется через ВК-коннект и синкается с ВК-коннект аккаунтом. Да, если мы говорим там про почту и про Mail.ru сервисы. Но в целом это большая история, которая затрагивает много кого, много партнеров. Разрабатывается она на базе технологий ВКонтакта, на базе бренда ВКонтакта, и поэтому много чего делается именно на стороне ВКонтакта. Поэтому если вы хотите в полной мере посмотреть на ВК-коннект, скорее всего заходить в эту историю, вам было бы интересно именно со стороны ВК, с connect.vk.com, по-моему. Основной домен, где у вас откроется вся ваша морда. Ну, а личный аккаунт ВК-коннекта. Вот. Соответственно, что там прикольного? Прикольно, что, как я уже сказал, новая система и много интеграций. Прикольно, что там есть еще миниапы. Может быть, вы видели ВКонтакте миниапы. Это все тоже работает на базе авторизации ВК-коннекта, если я не ошибаюсь. И, по крайней мере, там тоже очень много чего есть покопать. Это тоже свежая разработка, свежая идея. Возможно, вы сможете найти даже что-то очень крутое по ВК-коннекту и миниапам на уровне архитектуры. Может, вы увидите какой-то существенный недостаток, который придется долго и мучительно исправлять. Но это супер классно, если кто-то с такой задачей фундаментально исправится. Вот. Соответственно, ВК написан на PHP. У ВК своя отдельная страничка бэкбаунти. Это стоит помнить. Лучше не шлите баги в Mail.ru, потому что вы просто потеряете время. Они будут просто переадресованы на программу ВК.кома, где специально обученные люди с ВК будут разбирать свои баги. У нас тут честное разделение труда. Вот. Дальше. Немного автопа. Это так. От меня небольшое дополнение. Вообще, ресерчеры бывают разные. Мы их очень любим. Но, как вы, наверное, знаете, попадаются всякие. Поэтому хочется отметить пару вещей, особенно в рамках данного будущего соревнования. Что мы любим? Мы любим, когда копают сервер-сайт, потому что сервер-сайт с нашей точки зрения, с нашей модели нарушителя, если хотите, это более интересная история. Это то, за что мы боремся, то, с чем мы можем разговаривать про бизнес, про безопасность, что понятно. Клиент-сайт зачастую сложнее проэксплуатировать, ущербы меньше. Он очень сильно светится на всяких радарах, сиемах и так далее. Сиемах, наверное, некорректно. Но, короче, на радарах. Все клиент-сайты атаки очень легко заметить и так далее. Поэтому мы считаем их менее приоритетными. Они все еще являются для нас важными. Но сервер-сайт прям очень хорошо. Клиент-сайт спасибо. Мы посмотрим. Вот. Поэтому сервер-сайт. Причем очень важно думать, что не обязательно копать глубоко сервер-сайт. Сервер-сайт не обязательно какая-нибудь очень мутная десериализация в какой-нибудь свежей версии, какого-нибудь Java framework или что-нибудь такое. Да, сервер-сайт это вполне себе возможность насканить какую-нибудь там админку, которая вывалилась. Сервер-сайт это вполне возможно какой-то очень базовый айдор. Это все с нашего точки зрения сервер-сайт, который нам интересен. Да. Призываю вас копать важные скопы. То есть то, что написано большими буквами, скопами с большими ценами, это скопы важные. Конечно, особенно учитывая, что у нас там дополнительные выплаты будут, всегда есть соблазн поступить, забузить систему, пойти находить на ком-нибудь самом-самом левом, самом никому не нужном скопе сбоку баги по 50 долларов и просто заваливать их промокодами и считать, что вы самый умный. Но мы, конечно, это примем, потому что мы за все хорошее, но это не то, чего мы ожидаем от нашей программы, не то, за что мы бы сказали вам прям большое спасибо. Вот. Призываю вас об этом помнить и быть, так сказать, ответственными ресерчерами. Ну и всегда надо быть готовым понять позицию команды безопасности. Все-таки мы большую часть времени знаем, что делаем, поэтому спорить с нами, конечно же, можно, но если спор заходит в тупик и наша позиция не меняется, наверное, все-таки таково наше решение. Да, немножко к прошлому пункту дополню, что у нас очень хорошая линейка, в ней все расписано, у нас есть там чуть ли не два десятка триггеров, когда вы пишете репорт по ключевым словам, вам будет дополнительное сообщение высвечено, типа, чувак, ты сдаешь антибрутфорс, у нас эмельный антибрутфорс, он чуть-чуть хитрее, чем ты думаешь, пожалуйста, дважды подумай, дважды перепроверь, как ты собираешься доказывать, что он действительно существует, сможешь ли ты на учетки, которые мы тебе дадим сбрутить и далее, далее. Вот. Ну, и еще мы очень любим ивенты, соответственно, вот такие вот условия конкурса мы вам предлагаем. Первые 20 валидных репортов, попадающие под оплачиваемые категории, засамеченные с хэштегом phdays, лучше его коммитить как-нибудь в теле сбоку, потому что наши боты написаны на коленке, да, вчера ночью по пьяни. Вот. Соответственно, делайте все аккуратно, мы все это сможем посмотреть, и мы за все это, за такие репорты будем платить дополнительных 300 баксов сверху. Мы ограничили сверху 20 репортами, потому что мы не знаем, какой будет поток, и мы не хотим перерасходовать бюджеты, но в целом, если мы увидим хороший поток, плотную струю крутых репортов, вот, возможно, мы этот порог будем подымать. Это не проблема, это просто вопрос предосторожности. Соответственно, такие же правила сделал для себя ВК. Соответственно, если вы посмотрите ВК-скопы, тоже первых 20 репортов, тоже дополнительные 300 баксов. Вот. Лимиты по ВК-программе, email-программе не пересекаются, соответственно, на самом деле речь идет про 40 репортов, 20 туда и 20 сюда. Спасибо и удачи вам в охоте. Такие дела. Спасибо, спасибо. Коллеги, вопросы? Есть вопросы по программе, пока Денис еще здесь? Его можно помучать. Но если нет, тогда помучу я. Денис, расскажи, вот ты, во-первых, ты упоминал такие кейворды, как Go, микросервисы. Да. По вашему опыту, эти штуки как-то решают проблемы, такие косвенные проблемы, как безопасность, да, при деплое? Да, решают. Решают, потому что куда дешевле делать, например, если вы живете в Кубере, вам куда проще делать изоляцию, чем если вы живете на железе. Это задача, которая там сильно режет косты на ресурсы админов и разработки. А это всегда приятно, потому что безопасность тоже не живет в радужном мире, где у тебя бесконечный ресурс разработки. То есть всегда надо отстоять точку зрения. Почему нам надо сейчас идти что-то изолировать, а не придумать какую-то новую фичу, которая там приведет нам кучу пользователей и, по-другому, заработать деньги. Да. Поэтому чем это изначально архитектурно продуманнее и проще сделать, тем это приятней. Go вообще язык хороший, на мой вкус, потому что в нем нету таких известных примеров, как пример для PHP, когда там есть куча специфичных векторов с каким-нибудь сравнением неявным или с какой-нибудь непонятной, откуда выше идти с реализацией. Вот. В Go в этом плане попроще, поприятней. Для Go там базовый набор линтеров есть, которые все гоняют. Там есть линтер госек, который, по сути, небольшой на полшишечки стат-анализатор бесплатный. Они у нас везде подключены, они помогают там отлавливать довольно простые кейсы, но помогают. Соответственно, продолбаться в Go намного сложнее, чем в других языках. И практика показывает, что действительно так. Я из госпецифичных баг знаю буквально три с половиной каких-то условно CVE-шки в каких-то базовых HTTP-библиотеках, где там что-то не так партилось, потенциально позволяете где-то обузить там фильтры SSRF или что-то такое. Но это то есть такие мелочи, которые несравнимы с каким-нибудь этим явным сравнением PHP-шным. Ну или как минимум с теми багами, которые memory unsafe языки с собой несут. Не нужно использовать фазинг. Кстати, используйте какие-то технологии для того, чтобы проводить валидацию Go-программ. Нет, нет, не используем. Ну то есть, смотри, наша здесь позиция такая стратегическая. Чиним там, где болит, а тут не болит. Нам, вот как нам на баг-баунте начнут приносить десятками, что у вас там, вот тут расфазили, тут у вас расфазили, тут расфазили. Мы серьезно над этим задумаемся, какие-то дополнительные бюджеты выделим, может какую-нибудь купим большую фазилку шкафную или людей наймем. Вот. Но пока практика показывает, что это не тот вектор, в который стоит вкладывать большие ресурсы, потому что есть куда вложить еще, где прямо понятнее, что будет практическая польза. Кстати, хороший инсайт нам на заметку. И опять же, это относится с нашей программой, что не только веб важен, да, но и можно попробовать поломать, пофазить какую-то бизнес-логику. Наверное, вряд ли мы найдем какой-нибудь memory-related bug в Голанге, да, но сможем найти что-нибудь интересное, связанное с обходом какой-нибудь авторизации, с SRF-ку где-нибудь еще, да, прокинем в ГО. Так что для тех, кто здесь будет на нашей секции слушать презентации про фазинг, обратите внимание, что фазинг, бинарный фазинг, тоже можно использовать даже для таких вот вещей, как участие в баг-баунти программах, где, казалось бы, только один веб. Спасибо. Еще вопрос. Вопрос про микросервисы. Ты сказал, что микросервисы, в принципе, с ними стало легче жить. А были ли у вас в программе ваши участники, которые сомитили какие-то баги, связанные с архитектурой микросервисов, ее, может быть, реализацией? Дай подумать. Ну смотри, когда я говорил про микросервисы, я скорее упоминал историю про кубер, про контейнеры, да, то есть микросервисы это не обязательно же про контейнеры, это просто про маленькие API, которые между собой разнесены на там, в HTTP общаются, условно говоря. Такого я помню мало, но я точно помню варианты, когда у нас были сервисы, которые должны были стучаться, ну то есть условно это история скорее про какие-то прокси пассы, когда сервис должен был условно думать, что он стучится на 127.01, а на самом деле его прокси пасс разворачивал в какую-нибудь там авторизацию, чтобы проверить сессию. И это какой-то магии NGINX работало плохо, и поэтому можно было не только на ту ручку, которая там условно чек-сешн, сходить и просто проверить, что у тебя кука валидная от юзера пришла, а еще и постучаться в другие места, а другие места это интересно, потому что некоторые из этих API предполагают, что они прям внутренние-внутренние, то есть там домен доверия расширен, что может быть не так и правильно, но мы живем не в совершенном мире. И соответственно можно было бы пойти к каким-нибудь юзер-инфо забрать, причем там с флагом full, который бы дали расширенную информацию о пользователе, которую мы считаем, что мы не отдаем на клиента лишний раз. Поэтому интересные вектора были, они стреляли именно таким образом, когда у тебя, ну назовем это SSRF или HTTP смаглингом, но это что-то такое посередине, наверное. Оно стреляло, это было интересно. Я не могу сказать, что ресерчеры это прямо туда крутили, но ресерчеры показывали там странное поведение, присылали с ними какой-то такой странный вектор, который они умозрительный в этом увидели. Мы посидели, это покрутили, увидели, что да, если знать, как это работает изнутри, на самом деле это умозрительный вектор, можно чуть-чуть развернуть, и он даст реальный импакт, и платили человеку полноценную багу за тот импакт, который у нас был по факту. То есть были какие-то тревожные звоночки, да, что даже могут там контейнеры где-то не спасти, да, кто-то может до них добраться. А, кстати говоря, вот про контейнеры, есть ли какой-то интересный кейс, когда кто-то вообще получал доступ к контейнеру и делал вообще побег из контейнера? Ну побег это контейнера я не помню. Вот, я точно помню, что да, естественно, получали RCE на каких-то контейнерах, это можно вспомнить какие-то там годичные истории про имиджмейджики и так далее. Получали также RCE как-то на отдельном кластере серверов, то есть даже не контейнер был, это была просто специально выделенная группа серверов, которая работала с сторонним ПО, то есть партнерская коробка. Мы знали, что это партнерская коробка так себе, поэтому изначально ставили ее на отдельный физический сервер, в отдельную сеть, и у нее был доступ, по сути, только наружу и до двух внутренних ручек, с которым она там IDK забирала и выкачивала файлы, которые там, ну то есть по триггеру, снаружи должен быть триггер, чтобы этот файл стал доступен внутри этой коробки, и тогда его можно вытащить. То есть RCE не давало тебе возможность взять там и дампнуть всю информацию, которая он постсоциально работает. Да, такие кейсы были, развить этот вектор ресерчеру не удалось, но в целом если удалось, было бы круто, потому что у нас есть там изоляция, но это вот именно такая изоляция просит. Как провокация. Ну, типа того, на самом деле. Иногда я жалею, что MacBounty невозможно организовать таким образом, чтобы мы могли дать хакерам доступ на какой-нибудь сервис и сказать, типа, идите, раздолбайте нам всю инфру. Вот мы верим, что тут изоляция, а вы как считаете? Ну, это, кстати, почему невозможно? Это же как новая услуга менеджер пентест, да? Это, конечно, в рамках, возможно, каких-то платформ существующих. Да и то в рамках существующих. Это типа что-то в духе Синака или взять аудит купить. Прискались, такое работает в 2021 году. Можно купить себе из бодишопа пентестеров, они будут все копать, что скажешь, из любой внутренней сети. У меня схема рабочая, ее можно реализовать. Денис, спасибо. Коллеги, не появилось ли у вас вопросов? Если нет, давайте похлопаем. Денис, не уходи, не уходи. Мы, чтобы тебя, чтобы тебя не потерять и задавать тебе вопросы, если где-нибудь встретим, сидящим на докладе, чтобы знать, как ты выглядишь. Мы распечатали ярко-желтую футболку. Спасибо. Чтобы ты выделялся, и мы таки, ага, вот, он мои баги не обрабатывает. И веду к нему. Спасибо, спасибо, Денис. Ну да, всем спасибо и удачи. Спасибо.